На встречу с премьер-министром, выпускник лицея, пришел в сопровождении своего отца Тимирлана Акиева и теперь уже бывшего классного руководителя Мурата Газдиева. Абабукар Мальсагов, поздравляя Ильяса Акиева, выразил уверенность в том, что молодой человек и дальше, будучи студентом ГИМО, покажет отличные результаты. Премьер-министр высказал слова благодарности и классному руководителю Ильясу Мурату Газдиеву за его участие в подготовке к телевикториям. Спасибо вам за ваш труд и за то, что вы вложили знания в Ильяса. Благодаря вам сегодня он стал студентом одного из лучших вузов страны. Удачи вам и вашим коллегам в деле воспитания таких умниц и умников, как Ильяс, сказал глава кабинета министров. Он на протяжении двух лет готовился к участию и целый год принимал участие в телевизионной программе «Умники и умницы» Первого канала. Все начиналось 28 ноября 2013 года, когда первый раз мы его посадили на поезд в финальную игру. Сел в лугон номер 7 и сказал, что число 7 – это удачное число, ты одержишь успех. Преподавателю и его подопечному были вручены почетные грамоты правительства республики и ценные подарки. Отдельные слова благодарности за воспитание хорошего сына были сказаны отцу одаренного юноши. Как рассказал бывший классный руководитель, финалист проектов всегда отличался усердием, прилежанием. И когда перед молодым человеком стал вопрос выбора профессии, Ильяс отдал предпочтение одной из редких и трудных специальностей. В Институте международных отношений он будет обучаться на факультете энергетическая политика и дипломатия. Обращаясь с детям, я сказал, что Ильяс, может быть, не совершил революцию, он просто сделал очень простую вещь. Он сел за книги, он читал книги, он работал с литературой, и поэтому добился успеха. У нас очень много хорошей и талантливой молодежи. Просто надо заставить себя работать, настроиться, отодвинуть эти компьютеры и понять, что если ты поставишь цель, вот он что сделал? Он поставил цель, он к ней пришел. Было приятно представить республику на таком уровне, показать, что у нас действительно сильное образование, свою школу, конечно же. Встреча завершилась памятными фотографиями с председателем правительства республики Абубокаром Альсаковым. Пресс-служба правительства специально для программы «Вести Ингушетия». Пресс-служба правительства специально для программы «Вести Ингушетия»